От бизнес-леди до господа невезки. В Минске назвали имены переможцев юбилейного республиканского конкурса «Жанчина года-2016», который уладит Белорусский союз женщин, который объединил больше 180 тысяч жихарок нашей страны. На врачистой церемонии у Палаца Республики побывал наш корреспондент Ганна Коральчук. В Малой Зале Палаца Республики панует святочная атмосфера. Веншаванье, витальные обдымки, смех и шмат пригожих женщин, которые приехали в столицу с разных кутков Украины. Столько радости и легкости, что даже не верится. За деликатными плячами, каждая из этих выдатных дам – велизарная, тяжкая праца. В 10-й раз самая аутеритетная жанночная организация нашей страны – Белорусский союз женщин, узнагародживая ярких представниц пригожей половы человечества, которые достигнули значительных успехов в прошлом году, а также являются активистами жанночного руха. Организаторы постарались сделать юбилейный конкурс особенным. Лепших вызначали в шести номинациях. От каждого региона – своя переможца. В номинации «Ратуючи життёв» шановали женщину-радшоу, доноров и всех, кто стоит на варте здоровья. Среди загадчик гематологического отделения для детей Республиканского науково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека Ирина Ромашевская. Вдохновение я много получила. И я надеюсь, мне это вдохновение поможет проявить еще более творческий подход в своем труде. Диплом у номинации «Жанчина у навуции» отримала загадчик кафедры финансового кредита Гомельского державного университета имя Франциска Скарины Войга Башлакова. Благодаря работе с «Союзом женщин» Гомельской областной организации сочетала вот эти направления научные, ну и ту роль, которую должна играть женщина в обществе, то есть вот направленную на социальную помощь, на развитие женского предпринимательства, женского лидерства. Сярод Лепших у номинации «Духовность и культура» директор картинной галереи Гавриила Вашченки Людмила Шимбальова. Хочу сказать, что, конечно, в моей жизни каждый человек – это учитель, у которого я всегда чему-то учусь. И вот то, чему я научилась, вот сегодня – это те результаты труда. Номинация, якая напрямую связана с годом Малой Радзимы – господиня Вёске. У Гомельской области дипломом по праву узнагородзели Жанну Чарнявскую. Она займае посаду наместника старшини Хойницкого райвы Конкама и одночасово узначальвая Хойницкую районную организацию «Союза Жанчин». Так как наш Хойницкий район считается сельскохозяйственным, поэтому фактически всё связано именно с данным направлением. Во всех сферах работают женщины. И вот задача Белорусского союза женщин – поддерживать их, помогать реализовать себя. Одна из головных складающих життя Жанчины – на роджении и выховании детей. В номинации «Матярынская слава» ушановывали не только шмадзетных мати, а и тех, кто выгодовал выдатных грамадзян. За этой узнагородой отзначили Олесю Сухорукову, матья города Бовика. Ее сын – переможца шарагу международных математичных олимпиад. Самое главное – настроить на вот это лидерство, то есть как бы смотивировать то, чтобы он захотел быть лучшим, то есть чтобы он был небезразличен к результату. Ну и как бы постоянная поддержка в семье. Тех, кто присвятил свое життя медицине, навуце, адукации, сельской господарции, социально-культурной деянности. Усеяны пероможцы, и кожная лепша у своей справи. Узнагороды ему ручали представники администрации президента, министры, навуковые и культурные деячи. А кроме дипломов и кветок, кожная подшула слова подзяки и комплименты у свой адрес. Мы очень любим наших мужчин, мы им очень признательны, мы их очень уважаем, но мы очень хотим, чтобы женщину видели, чтобы видели ее многогранность, чтобы видели огромнейший потенциал, который сегодня еще до конца не использовано. Уладальницами звания «Жанчина года-2017» стали 42 представницы усех областей Беларуси и города Минска. Однако юбилейный конкурс не прошел без сюрпризов. Специальною зногородой за верность Беларускому союзу женщин отзначили старшиню Гомельской областной организации громадского объединения Галину Пашет, которая работает на этой посаде уже 12 лет и унесла значный уклад в развитие руха. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.